поговорим про инженера за 100 долларов в сутки ну будем называть 100 баксовый монтаж задача этого инженера за 10 дней или там сколько у него положено приехать собрать и запустить точка все больше он ничего делать не будет у него сразу же заболит голова если он понимает что у него и остается время он будет это время растягивать потому что зачем он понимает что и у вас будет куча вопросов куча пожеланий и вы его будете этим грузить ему этого не надо и он будет медленно медленно тянуть время в конечном итоге выпала останется каким результатом у вас будет стоять нечто нажимаешь на кнопку она как миксер будет туда-сюда херачится машины мыть не будет как сделать пену погуще эмульсию погуще задержки подольше скорость поменять он этот инженер вам скажет я инженер инсталлятор я не не инженер-настройщик вам нужен другой инженер инженер-настройщик поэтому ко мне такие вопросы не задавайте вот господа когда вы будете планирует сэкономить денег на 100 баксовом монтаже имейте виду это вас ждет однозначно и так по результатам двухлетних отношений моих с роботом могу пояснить следующее как определить команду профессиональную не от очень профессиональной если к вам на монтаж приехала бригада из двух человек явный признак даже не подпускайте их к роботу поясняю почему команда должна стоять из трех человек первый сантехник тире гидравлик второй механик сборщик третий электрончик если кого-то из этой сцепки не хватает значит у вас будет либо в одном либо в другом либо в третьем проблема разберем еще один популярный сценарий все мы бизнесмены хотим сэкономить разумно сами купим сами привезем сами соберем и мы будем вот сами отлично хорошая идея я именно так и пошел и наделать куча ошибок которых только мог наделать купил сам собирать начал сам и молодец результат есть но всегда есть какие-то маленькие маленькие но но ушло у меня год на то чтобы выйти на запланированные промышленные масштабы новая промойку имею ввиду сколько я машин перебил прежде чем я настроил так как надо сколько я времени провел иначе и дней выслушивал клиентов вникал в там в какие-то внутренние тех процессы которые с точки зрения эксплуатации мне сейчас не нужно я эксплуатирую мне это не надо знать но я год потратил теперь прикидываем сколько я денег потерял либо я двенадцать месяцев зарабатывал тому до полумиллиона в месяц либо я сходил весь злой сердит и не знал в чем дело почему у меня не моет то ли его руки кривые то ли робот кривая то есть ну бы я вам ранее говорил про эту логическую цепочку так что господа первые роботы если вы это если это для вас первый робот не делайте глупости заказывайте профессионалов 2 3 вообще не вопрос сами все сделаете разберетесь но на первом и дров все ломают и вы не исключение